Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Я полагаю, что проблема здесь в поведении или в тех шагах, которые предпринимает Бенни Ганс, глава партии «Национальный лагерь». Его наиболее массивная поддержка была отмечена тогда, когда он решил без всяких предварительных условий присоединиться к военному узкому кабинету для того, чтобы помочь стране в тяжелую минуту. Так он говорил. Но, судя по всему, то есть судя по результатам опросов, те, кто его поддерживали, и большое число из них, видимо, были те, кто поддерживал до этого Ликут, они ожидали от него более активных действий, судя по всему. А он продолжает решать не решать. То есть он решил не решать на данном этапе, кроме ультиматума, который он выдвинул якобы до 7 июня правительство, главе с Натаньяо, должно ответить, что будет в Газе после войны, какова программа и так далее, и так далее. Вот очевидно, что ответа этого он не дождется. И ему, очевидно, придется выйти из правительства, если он продолжит настаивать на том, что это было действительно, это было то требование, которое решит будущее его положение или состояние в этом правительстве. Или даже это не правительство, это узкий военный кабинет, извини, я оговорилась. Сегодня же получается, что Бенниган ничего не решил. И поскольку колеблющиеся все же сторонники Ликуда видят это, они потихонечку начинают возвращаться домой, что называется. Тем более, что им постоянно объясняют, что все вокруг предатели, что только одна партия Ликуда, это партия, которая приведет Израиль к полной безоговорочной победе над Хамасом и над всеми врагами. Ну и прочее, прочее, все то, что основная масса народу измученного уже тотально, мне кажется, хочет услышать. Им это рассказывает. И нерешительность Бенниганца в данной ситуации им явно не нравится. Вот мне кажется, что все это и нашло отразление в этих опросах. Спасибо, Илана. Саша, к тебе тот же вопрос. И в дополнение к нему нет ли ощущения, что чем больше у нас мир давит на Натаньягу и критикует его, тем больше растет его симпатии к нему в Израиле, типа наших бьют? Или это ошибочное такое впечатление? Это одна из составляющих. Будем говорить так. Смотри, перед тем, как говорить о тех результатах, которые получили, меня, кстати, не столько это удивило, сколько там продолжение вопроса. Вопросе, кого вы предпочитаете на роль премьер-министра. И там при всех вариантах, даже с Ганцем, это впервые, ну, по крайней мере, с начала года, если даже не больше, Натаньягу выигрывает у Ганца. Но давайте исходные поговорим. С одной стороны, против Натаньягу и Галанта подан Международный уголовный суд представление практически, в общем-то, завести на них дело. А вы знаете, как, ну, это мы говорим среди своих, что когда, вот, если наезжают или критикуют, значит, все в обществе начинают на каком-то этапе как-то поддерживать его. Что же наших бьют? Это вот то, что ты сказал. Один из вариантов. Второй. Прошел праймерис партия ВОДА. И самое интересное, что представитель Мерец, Галан, ой, Галанта, да, я просто перестроиться надо было. Он выиграл, и все, причем выиграл 95%, и все понимают, что следующий этап, это будет создана левая партия, ВОДА, Мерец, Мести, или партия, или блок, что тоже, в общем-то, повлияло, мне кажется, на распределение мандатов. Почему? Потому что Ешатид тоже упал на три мандата. Вот эти левые-левые, которые не доверяли ОВДЕ, потому что она не проходила по опросам, она появляется, и от Ешатид ушли туда. Что касается правого, да, есть разочарование в ГАНСе. Вот если раньше то, что он никаких требований не выставлял, а решил спасать Отечество и зашел в узкий кабинет и в коалицию, это было хорошо, то, что сегодня он за это время ничего, в принципе, нигде не добился, и вот это все функционирование этого кабинета, это, в общем-то, принятие решения на Танягу, и там составляющая ГАНСа, ну, по крайней мере, у простых граждан Израиля не просматривается, то вот это повлияло на поддержку его. Более того, этот ультиматум, который он выставил, с нереальными требованиями за три недели все это сделать, говорит о том, что это такой продуманный шаг, что он должен седьмого будет объявить о выходе из коалиции, потому что если он не выйдет, то те 25 мандатов, которые он сегодня еще набирает, это будет верхний предел, он начнет спускаться и дальше тоже, потому что политикам такие вещи не прощаются. А если же он выйдет, то он получается прогнозируемым политиком, то есть все граждане Израиля почти за три недели до этого высчитали его и сказали, а, ну, понятно, он через три недели уйдет, может, даже раньше, может, 1 июня, мы не знаем. И поэтому вот этот результат, который есть. Более того, сегодня вот эти разговоры идут о возможной блоке САР-Либерман. Мы сейчас об этом поговорим более подробно. Многие говорят, зачем Либерману САР, но неважно. То есть появляется какая-то еще группа, такая правая партия, и которая правее явно, чем... Все же давайте Кахоль-Лаван говорить, потому что этот блок уже развалился Ганса. Он сегодня представляет, в принципе, только партию Кахоль-Лаван, насколько я понимаю. Да. Может быть, просто не изменили название регистрации в Кнессити, и поэтому он так остается. Ну, это не принципиально. Это тоже, извини, я докончу, это тоже повлияло на ток голосующих за Ганса. Поэтому вот распределение меня, в общем-то, честно говоря, совсем не удивило. А вернусь к тому, что я начал, а вот распределение, кого вы предпочтете премьер-министром, это меня действительно удивило. Да, ну вот, Александр уже затронул тему, о которой я хотел поговорить во второй части нашего разговора. Это так называемая, как ее стали именовать в прессе, коалиция Либермана. Стало известно буквально на днях, что председатель партии «Наш Дом Израиль» выдвинул идею некой кооперации, назовем это так, с партиями Ешатит и «Новая надежда». Ешатит возглавляет Ейрлапид, и «Новая надежда» Тара. И вроде бы даже была у них уже встреча, неизвестно, о чем они договорились, но тем не менее идея Либермана, озвученная, во всяком случае, заключается в том, что вот эти вот объединенные усилия должны привести к каким-то досрочным выборам или без выборов смене главы правительства. И ожидается, что если, вот как говорил Александр, ничем не увенчается ультиматум Ганса, то, возможно, встанет выбор о том, присоединиться ли к этой кооперации Ганс. Это попытка создать, насколько я понимаю, некую такую, ну, такую боевую оппозицию. На ваш взгляд, может ли она быть создана? Не помешает ли ее созданию личной амбиции? Потому что там достаточно такие неординарные личности возглавляют все эти объединения и партии. К чему это может привести? И самое главное, насколько это повлияет на сегодняшнюю ситуацию с войной? Илана. Я начну, пожалуй, с последнего пункта о том, о личных амбициях. Мне кажется, из трех составляющих на данный момент, может быть, очень высокие личные амбиции есть, но по всем опросам партия Гидена-Сара вообще не проходит электоральный барьер. И, судя по всему, отделившись от Бенни Ганса, он совершил некую стратегическую ошибку. Видимо, именно поэтому ему надо примкнуть к более сильным партнерам, чтобы за их счет впоследствии все же каким-то образом оказаться в КНЕСТе и занять позицию, позволяющую ему влиять на происходящее. Ну, это о том, что ты спросил. Теперь, что касается, возможно ли возникновение такой силы. Я полагаю, что оно возможно при условии, что каждый из глав партии, из участников этой предполагаемой коалиции отодвинет свои личные амбиции в сторону. Потому что только в этот момент и только с моей точки зрения, если Бенни Ганс еще присоединится действительно к ним, возникнет некая группа, которая будет представлять сильную оппозицию. Я понимаю, что многие мне возразят, но мое мнение таково, что я бы сюда присоединила еще бы Яира Галана, возглавившего вчера объединенный список, можно сказать, мэра Сабуда, или как это теперь будет называться, я не знаю. Но мне кажется, что если поставлена цель сменить правительство и сменить курс, который это правительство взяло, то тогда надо заручиться поддержкой как можно большего количества партнеров. Я решить напротив уже укоренившихся в израильском обществе вот этих вот прозвищ типа «леваки-предатели», в том числе и на Русской улице, да? «Леваки-предатели», «Леваки они так, они этак». Уже я не говорю о том, что и про Либермана говорили, что он левый, да про Ира Лапида, понятно, говорили, что он левый, и про Ганса. Я понимаю, что со стороны правого лагеря все время запускаются какие-то такие пробные шарики, «спины» они называются, с тем, чтобы колеблющиеся, а тем более те, кто горой стоит за правый лагерь. И опять же, я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Для того, чтобы им еще раз и еще раз объяснить, кто здесь хороший, а кто здесь плохой. Я считаю, что в этой ситуации это совершенно путь неудобоваримый, неприличный. Точно так же, кстати, как опрос, проведенный недалее, как вчера, 14-м каналом израильского телевидения, который опрашивал людей на тему, считаете ли вы, что большинство погибших в атаке 7 октября погибли, потому что они были левыми. То есть большего, отвратительного безобразия, чем этот опрос, столь трудное для страны время, ну, вообще невозможно даже найти. Но у кого-то же эта идея возникла, и мы прекрасно знаем, кого представляют или чьи интересы защищает, скажем так, правильнее этот канал. И поэтому совершенно очевидно, что они не стесняются никаких опросов и никаких разговоров, и никаких оскорблений, и никаких возмутительных публикаций, которые, мне кажется, являются вот этот опрос. И поэтому только очень сильная оппозиция, очень сильная, которая объединит всех, кого только можно в израильском парламенте, сможет каким-то образом, а, противостоять с точки зрения пропаганды и разъяснения своей точки зрения и понимания ситуации избирателям, и с точки зрения возможного голосования, если им удастся заручиться поддержкой хотя бы еще четырех депутатов от партии Ликуд, и тогда можно будет принять решение о смене главы правительства, не идя на выборы в этот сложный период. Произойдет ли это, мы не знаем. Спасибо. Александр, тебе тот же вопрос. Единственное, что дополню, исходя из того, что сказала Илана по поводу возможного образования сильной оппозиции. Ты допускаешь такой вариант? Я почему спрашиваю? Потому что я вспоминаю, когда вот нынешний глава правительства, Бенни Ментиньяк, был лидером оппозиции. Это было еще чуть больше года назад всего. И тогда оппозиция под его руководством избрала путь жесткого, единого действия. Все против правительства. Даже если это на руку нашим избирателям, мы против. Цель одна – свалить правительство. Сегодня такой оппозиции нет. А вот то, что предлагает Либерман и о том, что мы сейчас говорим, такое возможно, что появится такая оппозиция? Нет, сразу говорю нет, потому что есть политические решения, против которых будут и две арабские партии, это 10 мандатов, и левая партия – вот Амэрис. То есть это 20 мандатов, как бы не всегда возьмешь. Если это будут политические решения, например, связанные с войной, с мирным договором и так далее. Теперь вернемся к самому разговору. Во-первых, если эта платформа будет создана, то, что задумал Либерман, говорить о том, что это какой-то единый блок, невозможно. Единственное, что может произойти, это действительно, если в партию Либермана вольется партия Сара. Почему, все спрашивают, а зачем он нужен? Потому что по опросам у Либермана и так 10 мандатов. Но, понимаешь как, во-первых, начнем с самого тривиального. Присоединение партии Сара в партии НДИ на выборы следующие позволит получить от государства еще 6 миллионов минимум на организацию выборов. 6 миллионов на улице не валяются. Это раз. Второе, если даже Сар и, например, Д.Ф. Элькин, который вторым номером всегда там был, они не лидеры, за которым пойдет партия, вот мы видим по Сару, а Элькин никогда не был председателем какой-то партии, то как знаковые фигуры в политике и Сар и Элькин существуют. Они давно в политике, всех знают. А партию Либермана, кроме, ну вот сегодня у него Адет Форер, который с ним очень много работал, и он стал тоже таким очень активным депутатом с законопроектами и так далее, и еще есть пару человек. Туда дополнить вот такими фигурами политическими, я думаю, то есть партия ВНДИ только бы выиграла. Все остальное, например, с Ганцем, они не будут объединяться, потому что идеологически они немножко разные. Ешатид, естественно, играет на своем поле. Но, вот Илана в конце правильно сказала, даже если они это все создадут, и коалиция же все равно останется в 64 Матата. То есть, как оно было и раньше, они могут продолжать работать, принимать решения, будет узкий кабинет, который будет состоять практически из Натаньягу, он туда еще вместо Ганца и Айзенкота возьмет Смотрича и Бенгвира. Израилю от этого не будет лучше, на мой взгляд. Поэтому, чтобы поменять без выборов, как сказал Либерман это правительство, надо найти вот несколько человек, которые будут готовы уйти из Ликуда и рискнуть, потому что, уходя оттуда, они становятся никто. Они не могут уже в Ликуд вернуться, а что они будут в новых партиях делать, никто не понимает. И здесь еще нельзя забывать, что этот опрос, который мы начали обсуждать, был проведен 12 каналом, чтобы сказать, что он испытывает большую любовь партии Ликуд и лично к премьер-министру. Нет. Всегда все опросы, которые бывают по разным каналам, 12-й он довольно-таки четко регистрировал, но там всегда Ликуд не набирал много голосов. Он был такой на нижней планке. И сегодня, когда Ликуд начинает расти, вот по крайней мере по этому опросу, может через неделю будет новый опрос. Да уже завтра может быть другой опрос. Да, и может будет новый опрос. Но если он будет тенденция сохраняться, то те же ликудовцы, которые, может быть, о чем-то и думали, потому что иногда я читаю, что даже называют какие-то фамилии ликудовские, что вот возможно, может быть, с кем-то поработать. Они могут задуматься. Подождите, Ликуд усиливается. По всем опросам на Танягу, оказывается, не уходит никуда. Он, вполне возможно, еще будет нашим следующим премьер-министром, о чем, мне кажется, даже в Ликуде уже не думали. Поэтому собрать вот такую коалицию, которая смогла бы себе перетянуть еще каких-то представителей ликуда, я думаю, будет вполне сложно. Но в нашей политической жизни в Израиле нельзя зарекаться ни о чем. У нас осталось буквально несколько минут. Короткий вопрос, короткий ответ. На ваш взгляд, может ли произойти вот такое переформатирование политической картины в Израиле, как в коалиции, так и в оппозиции, до окончания войны? То есть может ли это произойти до окончания войны? А если, да, это произойдет до окончания войны, то в чем главном вот эти два лагеря разойдутся в отношении целей войны? О чем будет, собственно говоря, они должны будут обе стороны выйти к народу и сказать, вот наша задача такая, а наших противников такая. И здесь мы непримиримы. Илана. Ну, для начала, Миша, что значит после окончания войны или до окончания войны? Мы никто не знаем, сколько она продлится. Это понятно. Вчера один из... Да, вот Айзенкот сказал семь месяцев. А нет, это... Винный военачальник. Анегби, Анегби. Это сказал Анегби? Малаль. Да, Махан... Да, да, да. Глава Малаль, Цаффи Анегби. Да, не военный начальник. Окей, семь месяцев. Он сказал. А может быть и семнадцать. Может быть. Потому что все предположения до сегодняшнего дня о том, что вот-вот-вот и сейчас-сейчас мы одержим полную решающую победу, к сожалению, они не оправдались. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы она это будет долгой. И поэтому выборы, если... Это же не выборы, а смена курса правительства. Она возможна только при полном изменении или хотя бы большинства состава правительства. И мне кажется, что основная разница будет в том, судя по сегодняшним, опять же, заявлениям. Может быть, они изменятся завтра. Но то, что сегодня я слышу, это освобождение всех заложников, судя по всему. И второе, несогласие на наше военное присутствие в секторе газа. Полное несогласие. И вот это два пункта, по которым на данный момент, как минимум, вот эти два лагеря, они расходятся. Какие будут пункты дополнительные? Ну, это понятно. Забегать вперед не будем. Илана, спасибо. Саша. Вы знаете, я одну вещь скажу. Я читал, это на английском, на арабском я не читаю, о чем говорят арабские сайты. Вот за весь период военных действий, я пошел восьмой, да, месяц, они, то, что Саал взял под свое управление филателлийский коридор, они это называют первой победой сианинского режима. Это действительно для них удар. К сожалению, это сделано очень поздно, но эту вещь сегодня в Израиле поддерживают все. Новая платформа, старая платформа, действующая власть или та, которая хотят сделать и новую. То есть, мы видим, что есть вопросы, которые не меняются. То есть, тут не о чем говорить. То, что надо отменять всех наших похищенных. Об этом говорят, но вот это оппозиции, очень легко говорить против, потому что они говорят, вот неправильно ведут действия, надо главное освободить. К сожалению, моему в ближайшее время опять ни о чем не договорятся, опять переговоры будут затянуты, и тут уже нельзя говорить, что это именно Натанякба виноват, что он специально так делает, чтобы затянуть войну. Мне кажется, Хамас для себя решил, что он выигрывает время, чем больше он тянет эти переговоры, тем больше в мире он получает поддержку. И тут уже не важно будет, Натанягу, Ганс, Либерман, или кто будет вести переговоры. Поэтому оппозиция будет говорить только то, что вот неправильно делает правительство, не предлагая ничего конкретного, кардинально существенного, что вот мы бы сделали вот так, называя пункт А, Б, В, Г. А единственное, что опять же Илана права, что будет после победы, как я не знаю, она будет выглядеть над Хамасом, то здесь, насколько я опять же читаю разную прессу, мне кажется втихаря и Израиль, и Соединенные Штаты, и некоторые другие арабские страны залива там нащупывают какой-то вариант решения этой проблемы. Дай Бог, чтобы на каком-то этапе мы это прочитали уже в прессе. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие журналисты Илана Михаэли и политолог Александр Цинкеров. Еще раз спасибо. И всего доброго. Спасибо.